Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев. Это канал Футбол, это жизнь. Итак, футболисты через 5 лет. В прошлом выпуске у нас был Лионель Месси. И да, кстати, я немножко забыл, простите меня за это. Закончил Лионель Месси, кто смотрел прошлый ролик не с рейтингом 8.7, а с рейтингом 85. Просто при передаче данных почему-то именно 85, его последняя карточка, не сохранилась. Но, думаю, вы не сильно расстроитесь. Так что, сегодня у нас на очереди Криштиану Роналду. Ставьте 20 лайков и уже скоро выйдет третья часть футболисты через 5 лет. Именно за тех футболистов, которые, мне кажется, вы бы очень хотели увидеть через 5 лет. Ну что же, поехали! Итак, закончился первый сезон за Криштиану Роналду. Ювентус стал чемпионом Италии. Суперкубок Италии тоже за Ювентусом. Кубок Италии выиграл Интер, обыграв финале Ювентус со счетом 1-0. Лигу чемпиона выиграла Барселона, обыграв Тоттенхэм со счетом 2-1. Ювентус вылетел в четвертьфинале от Тоттенхэма со счетом 3-2. Лигу Европы выиграл Лион, обыграв Хофенхайм со счетом 3-1. На чемпионат мира 2018 года сборная Португалии квалифицировалась с первой строчки. На чемпионате мира в группе F Португалия наняла первую строчку и вышел в плей-офф вместе со сборной Канады. В 1-8 обыграли Турцию со счетом 4-0. В четвертьфинале Бразильцев со счетом 1-0. Но в полуфинале разгромно вылетели от французов, которые выиграли чемпионат мира, обыграв Берегицу со счетом 2-1. Но в матче за третье место португальцы обыграли Уру-2 с счетом 1-0. В 2-ом сезоне за Криштьяна Роналдо Ювентус занял вторую строчку, чемпионом стал Интер. В Супер Кубок Италии выиграл Ювентус, обыграв Интер со счетом 2-1. В Кубок Италии выиграл Интер, обыграв Ювентус со счетом 2-0. В Супер Кубок Европы выиграл Абарселона, обыграв Лион со счетом 2-0. В Лигу Чемпиона выиграла Бавария, обыграв Манчестер Сидия со счетом 3-0. Ювентус вылетел в полуфинале от Баварии со счетом 2-0. Лига Европы выиграл Байер, обыграв Галериал со счетом 2-1. Законився третий сезон за Роналду, Ювентус стал чемпионом Италии. Суперкубок Италии взял Интер, обыграв Ювентус со счетом 1-0. Кубок Италии выиграл Ювентус, обыграв Сосуоло со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Бавария, обыграв Байер со счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграл Манчестер Сити, обыграв по пенальти Тоттенхэм со счетом 4-3. Ювентус вылетел в 1-8 от Монако со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Наполи, обыграв Ливерпуль со счетом 2-1. На чемпионат Европы 2020 года сборная Португалии коалифицировалась со второй строчки. На Португалии выиграла все три матча в групповом этапе и вышел в плой в месяц со сборной Африи. В четвертьфинале разгромили Норвегию со счетом 4-0, но в полфинале уже вылетели от будущих чемпионов Европы Берегите со счетом 3-2. А Берегите выиграли немцев в финале со счетом 2-1. Закончился четвертый сезон за Роналду, Ювентус занял вторую строчку, чемпионом стал Интер. Суперкубок Италии выиграл Ювентус, обыграв Сосово со счетом 4-1. Суперкубок Италии выиграл Ювентус, обыграв Милан со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Манчисто-Сити, обыграв Наполе со счетом 1-0. Лигу чемпиона выиграла Плечка Мадрид, обыграв Манчисто-Ренет со счетом 1-0. Ювентус вылетел в 1-8 от Барселоны со счетом 5-1. Лигу Европы выиграл Интер, обыграв Тоттенком со счетом 2-1. На Кубок Конфедерации сборная Португалия, конечно, уже прошла, но, к сожалению, Крещено Роналдо уже на него не взяли. Лигу Европы выиграл Тоттенком, обыграв Манчисто-Сити, обыграв Манчисто-Ренет со счетом 2-1. На чемпионат мира 2022 года сборная Португалии квалифицировалась в первой строчке, но Крещено Роналдо на него не взяли. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте, ссылка в описании, там проходит много и анонсов, также голосований. Так что подписывайтесь. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.